Летний университет для иностранных студентов. Да будут баллы! Шелдону Куперу и не снилось. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саякова. В минувшие выходные в Болгарии стартовал фестиваль «Возрождение» — эпос в современном прочтении. Мероприятие посетил госсоветник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев. Он отметил, что в современном мире сохранение культурных ценностей имеет особое значение. Мы взялись из-за возрождения материального наследия вдруг. И хорошо, что мы убедились, что мы можем, оказывается. Мы можем взялись и восстановили. Посмотрите, у нас вековые, понимаете, многовековые памятники истории. И православные, и мусульманские окружают. Красота же! В ходе церемонии открытия состоялось награждение благодарственными письмами от имени госсоветника Республики Татарстана Ментимира Шаймиева. Были отмечены представители Казанского федерального университета. В их числе первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский и представители Института международных отношений. Со дня старта летнего университета прошла ровно неделя. О том, как чувствуют себя иностранные студенты в новых условиях и чему они уже успели научиться в Казанском федеральном университете, смотрите в следующем сюжете. 10 июня стартовал проект «Летний университет», в котором впервые принял участие Казанский федеральный университет. Во время торжественного открытия гости столицы Татарстана смогли поближе познакомиться с предстоящими мероприятиями и подробнее узнать о культурных событиях, которыми будут наполнены две недели их пребывания в городе. Во время стартового форума, модератором которого выступил Тимир Ханалишев, иностранным студентам рассказали о сути проекта «Летний университет» и пожелали будущим студентам российских вузов успехов и плодотворной работы на протяжении проекта. Я уверен, что те дни, которые вы проведете в республике, в Казани, будут, по крайней мере, не бесполезны для вас, а на самом деле они будут для вас новым знанием, новым вызовом, новыми знакомствами, новыми друзьями. И я думаю, что по итогам вы захотите и будете возвращаться в Казань еще и еще много раз. Программа летнего университета включает в себя лекции, семинары, практические занятия, а также экскурсии и другие мероприятия, чтобы иностранные студенты почувствовали на себе все тонкости культуры Татарстана. Основной задачей проекта является популяризация российского образования за рубежом, а также установление межличностного, межкультурного и межнационального общения. Именно поэтому каждый день включают в себя не только образовательную составляющую, но и культурное просвещение, экскурсии в исторически значимые районы и города республики Татарстан. Иностранные студенты уже успели посетить Казанский Кремль с обзорной экскурсией и увидеть своими глазами город Свияждск и планетарий Казанского федерального университета. Да, впечатление замечательное, потому что ребята на самом деле приехали, как минимум, во-первых, к нам в гости. И те, кто смелы для того, чтобы просто приезжать в гости в летнее время, когда, в принципе, можно отдыхать, значит, что-то от нас ждет. И не только знания, но еще и какого-то такого культурного обмена. Вот, все это мы, конечно же, чувствуем в них. Нам нравится очень география ребят, она очень похожа на географию наших иностранных студентов в институте. Вот, у нас, по сути дела, в институте каждый десятый студент иностранец. Вот здесь тоже очень много ребят, мы можем сразу рассказать про опыт иностранных студентов, как они здесь тоже учатся, могут сравнить. Помимо этого, иностранные студенты не только знакомятся с татарской культурой, но и делятся особенностями своих стран и традиций. Так, во время презентации стран-участников Global Village, каждый из гостей летнего университета обсудил с другими тонкости своего народа через танцы, истории и песни, что еще больше укрепляет связь между культурами. Здесь очень много иностранцев из огромного количества стран, и ребята все очень интересные, принесли что-то со своей культурой. Я узнаю очень много нового о тех культурах, о которых я как бы знал, но которые для меня по-новому открываются сейчас. Проект «Летний университет» осуществляется на базе трех вузов. Сибирский федеральный университет, где участники проекта могут попробовать себя в менеджменте, Уральский федеральный университет, который предоставляет возможность пройти обучение на направлении машиностроения, и Казанский федеральный университет, который своими программами обеспечивает полное погружение иностранных студентов в культуру Татарстана. Помимо этого, в числе образовательных треков языки культуры России, дизайн, среды и тактический урбанизм, международное отношение и Россия в глобальном мире, экологическое проектирование и устойчивое развитие городов, технологии будущего, физика и инженерия и многие другие. Описать мои впечатления от мероприятия и всего, что со мной происходит в двух словах, необыкновенно сложно. Я потрясена и нахожусь в состоянии восторга ежедневно. Я с гордостью говорю всем новым друзьям о том, что я являюсь участницей трека, посвященного геймдизайну и разработке игр. Наши семинары посетили несколько выдающихся специалистов, которые поделились с нами своими знаниями в вопросах оптимальных настроек и параметров рендеринга. Более того, мы активно участвовали в процессе изучения программы под названием Blender, предназначенной для создания трехмерной компьютерной графики. География участников обширная. 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди ближнего зарубежья – пространство СНГ. Наибольшее количество заявок подали представители Республик Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Страны дальнего зарубежья представлены Египтом, Турцией, Ираном и другими. Это отличная возможность для иностранных студентов попробовать себя в различных направлениях и раскрыть свои возможности, чтобы позже применить их на практике. Елизавета Газизянова, Универньюз. В Казанском федеральном университете начались творческие испытания. Экзамены будут сдавать абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета. Подробности узнаете в сюжете нашего корреспондента Аделина Абдрахмановой. Работа приемной комиссии в Казанском федеральном университете в полном разгаре. Вчерашние школьники волнуются как никогда, ведь перед ними дверь в самостоятельную жизнь. Документы уже поданы и вот перед абитуриентами новая ступень, которая приблизит ребят к обучению в стенах КФУ. 17 июля в Казанском федеральном университете начались внутренние вступительные экзамены для абитуриентов, которые планируют поступать на разные ступени высшего образования. Сегодня стартовала серия вступительных испытаний для граждан Российской Федерации и для граждан других государств, проходящих по общему конкурсу, претендующих на бюджетные направления. Сегодня были первые экзамены, такие как литература, педагогика, история. Вступительные испытания продлятся до 25 числа. 25 июля это будет последний день, это будет резервный день. И, соответственно, это же день окончания приема заявлений на бюджетные направления. Внутренние вступительные экзамены пройдут по журналистике, рисунку, русскому языку, педагогике, физике и ряду других предметов. Продемонстрировать свои знания абитуриенты смогут как очно, так и онлайн. Большая часть творческого зачета пройдет в приемной комиссии КФУ. Ряд экзаменов в профильных институтах Казанского федерального университета. А онлайн-экзамен будет доступен в личном кабинете абитуриента в социально-образовательной сети КФУ «Буду студентом». Мы стараемся ставить на первый день проведения экзаменов не массовые экзамены. Поэтому сегодня у нас такой тоже технический день для просмотра, возникают ли ошибки у абитуриентов, все ли понятно абитуриентам. Были выявлены небольшие технические сложности со стороны абитуриентов. Они решались просто консультативной частью. Работал наш кол-центр активно, оперативно. Объясняли ребятам, как подключаться к экзаменам, как себя вести на экзамене, что нужно делать. Если же абитуриент решил сдавать внутренние вступительные экзамены в формате онлайн, то ему необходимо ознакомиться с правилами сдачи. Как отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик, требований для будущих студентов стало больше. Именно поэтому подойти к сдаче творческих испытаний и вступительных экзаменов нужно со всей ответственностью. Со стороны ВУЗа мы подготовлены полностью. Все проходит на площадке КФУ через систему «Буду студентом» с применением технологий прокторинга «Экзамус», с применением второй камеры. Это небольшое нововведение этого года. Мы усилили процедуру прохождения вступительных испытаний в онлайн-формате, так как мы допускаем до бюджетных конкурсов и для проходящих удаленно эти экзамены. Поэтому процедура стала жестче по проверке и прокторингу. Поэтому списать совсем не получится. Нужно подготовиться к экзамену, зарядить телефон, подготовить устройство, с которым будет сдаваться вступительные испытания. Если говорить о творческом испытании, вот изобразительное искусство, ребятам было дано задание, ребята его выполняли, рисовали композицию и потом прикладывали работу свою в личных кабинетах. Приметная комиссия будет уже оцениваться. Творческие испытания проводятся для того, чтобы абитуриенты показали свои таланты, отличительные способности, после которых комиссия будет принимать решение о зачислении абитуриента. Внутренние экзамены также рассчитаны на то, чтобы у будущего студента было больше шансов поступить на выбранное направление и добрать баллы. Это так называемые дополнительные вступительные испытания к вступительным испытаниям ЕГЭ по общим направлениям. Уже сегодня есть Институт филологии и межкультурной коммуникации. Сегодня проводит экзамен изобразительное искусство. Ребята уже рисуют, уже отрисовали в большей части. В онлайн формате мы сейчас просматриваем, все ли прошло нормально, предметные комиссии начинают работать. Но вот именно самое большое творческое вступительное испытание – это 19 июля. Это рисунок в рамках Института дизайна и пространства к искусству. Напомним, прием документов от абитуриентов, поступающих без прохождения внутренних вступительных испытаний, продлится до 25 июля. Подать пакет документов можно несколькими способами. Через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом», через госуслуги, а также прийти в приемную комиссию КФУ. Адалина Абдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс. Ученый не обязательно тот, кто проводит эксперименты в лабораториях и носит белый халат. Физикам, теоретикам, к примеру, нужен ноутбук и суперкомпьютер. Чем они занимаются, выясняла моя коллега. С детства Артем Цыганков хотел работать в научной сфере. Читал самую разную литературу, от художественной до технической. И хотя в семье есть астрофизики, сам ученый признается, что на выбор профессии это никак не повлияло. Сейчас Артем Цыганков – младший научный сотрудник лаборатории Казанского федерального университета. Работает он в области теоретической физики. Я делал выбор между физикой и биологией, в частности, медицинским направлением, потому что оно тоже является естественным. В настоящий момент ученый занимается исследованиями в рамках проекта «Приоритет 2030». Работает он не в лаборатории, а за компьютерами. Его главное оружие – расчеты. Для работы необходимо всего два аппарата. Компьютер поменьше, в частности, достаточно и ноутбука. Второе – нужен суперкомпьютер. Это просто большой компьютер, заточенный под вычислением, и он может занимать буквально целое здание. В Казанском федеральном университете для этих целей существует специальный вычислительный кластер. Это единая вычислительная система, которая помогает решать актуальные естественно-научные задачи и разрабатывать новейшие приложения. В рамках одного проекта Артем изучает пористые материалы. В частности, пористо не тянул. По словам ученого, его можно внедрить в кость пациента. При этом организм не будет отторгать чужеродный элемент. Это может помочь в буквальном смысле починить переломы или создать протезы. У него есть эффект памяти формы. То есть он может восстанавливать свою форму, если его согнуть, а потом нагреть. В рамках другого проекта ученый занимается исследованием элементов из-под группы азота. В ходе их изучения удалось выявить, что один из них, висмут, может помочь в производстве компьютерных процессоров. Индустрия стремится к уменьшению их габаритов. Характеристики висмута могут помочь совершить прорыв в этой области. Топологическим изолятором называется такой тип материала, который проводит электрический ток исключительно на поверхности, но не в объеме. Причем толщина этого материала может составлять порядка нескольких сотен атомных слоев. Чтобы сохранять работоспособность, время от времени Артем переключается на другие виды деятельности. Прогулки, посещение театра, изучение нового. Расширять свой кругозор необходимо постоянно. В противном случае профессиональная деятельность перестанет приносить свои плоды. В будущем Артем мечтает наладить связь между учеными и производителями. Это рабочая схема. Ею пользуются ведущие технологические компании. Организовать процесс так называемый research and development – это высший пилотаж для ученого, когда теоретические исследования применяются на практике. Такое сотрудничество может значительно ускорить технологический прогресс. Ведь иногда случается так, что исследование так и остается расчетами на листе бумаги. Связь напрямую с производителями означает, что проект точно найдет практическое применение и принесет пользу обществу. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Миноборнауки России опубликовала результаты M-Rate – рейтинга медийной активности подведомственных университетов. Это единственный официальный рейтинг вузов России. Он учитывает эффективность работы университета в медийном пространстве по трем основным направлениям – работа со СМИ, собственной аудиторией, собственными сайтами. По итогам июня 2023 года Казанский федеральный университет расположился на пятой позиции. Представители Казанского федерального университета провели мастер-классы для участников мероприятия «Форум первых команд профессионалов». Главная тема форума – развитие детского и молодежного самоуправления, формирование команд в учреждениях среднего профессионального образования и развитие лидерских компетенций участников самоуправления. К фону мероприятия представили заместитель директора по международной деятельности Института международных отношений Альбина Мамуддинова и руководитель Центра по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике Наил Вяльшин. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok